Мы на месте. Мы приветствуем Геннадия. Интересуемся, готов ли он к диагностике и чистке, доверить ли он нам свое биополе на период сеанса. Но у него из этой голограммы руки выходят только как согласие. Хорошо. Скеннер, разрежь эту голограмму, выведи ее из биополя. Подсвечиваются все сопутствующие чипы, датчики, импланты, подключенные к этой голограмме. Активируй их. Скеннер видит их четко и ясно. Также и скрытые чипы, датчики и конвекторы активируются. Их видно. Скеннер все отключает, выводит и формирует в шар перед Геннадием. Готово. Отправляй шар в клетку-тюрьму. Так лучше, Геннадий? Намного. Он согласен. Отлично. Даю команду на счет 3. Скеннер сканирует пространство над головой Геннадия под ногами. 360 градусов вокруг него. Скеннер сканирует систем тонких тел Геннадия. Находит все. Выстраивает этой голограммы канал к ответственному. Притягивая всех ответственных в клетку-дюрьму. Стоит в клетке-тюрьме мой заложник. А здесь рептилоид. И два грея. Так я думал. А дальше красный дракон. Красный дракон. Дальше. И дальше бес. Бес. Какой бес? Двенадцать. Это демон. Двенадцатый герцовый демон. Хорошо. Итак, у нас рептилоид 2 грея. Красный дракон. И двенадцатый демон. Правильно? Он одиннадцатый. Не дорос до двенадцатого. Но он и не бес. А демон? Ну демон, да. Хорошо. Одиннадцатый герцовый демон. Больше никого, да, Вера? Больше никого. И он говорит, что он двенадцатым скоро будет. Потому он хочет, чтобы его двенадцатый называли. Я тебя буду называть просто демон. Если ты не возражаешь. Хорошо. Начинаем с реверса энергии. В процессе работы я буду задавать вопросы. Будете на них отвечать. Даю команду тонкой копии Геннадия. Спроизводить все энергетические и сферические каналы. Ко всем ответственным подселенцам. Ответственным за чужеродную негативную патогенную низкоабрационную энергию в его биополе. Каналы выстроились. Выстраивается также канал к голограмме рептилоиды Греев. Даю команду тонкой копии произвести отчуждение. Все чужеродные патогены низкоабрационной энергии. Откат всех негативных программ, негативных мыслей форм. Пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Геннадию. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что он мог получить от них, возвращается к ним. Усилие потоки в 50 раз. Какой у нас рептилоид, Вера? 142. Ты военный? Военный лаборант. Военный лаборант. Какая цель вашего эксперимента? Голограмма сохраняется. Память его. Его поступки полностью переписывается. Его сознание. Вы делаете копию из-за этого? Не на этом этапе. Потом, может быть, это пригодится в дальнейшем. Так вы воруете эти воспоминания? Нет, мы переписываем, чтобы они были правдоподобны. Такая личность может появиться в будущем клоне. А, то есть вы хотели сделать из него клон с его чертами характера? Не на этом этапе. Хорошо, с его чертами характера, которые вы хотели дополнить своими какими-то особыми моментами. Я правильно понимаю? Не совсем. Это будет клон, которым можно управлять. Но все моменты его жизни, эмоции, реакции и поступки будут человеческого уровня. Такую копию трудно отличить. Хорошо. Сколько вы находитесь в этом биополе с Грейми? Около 7 лет. Переходим к красному дракону. Какой у нас красный дракон? 12,84. Сколько ты находитесь в этом биополе? 5 лет. У тебя контракт есть? Нет. Хорошо, переходим к демону. Сколько ты присуствуешь в этом биополе? 3 года. Контракта у тебя нет? Контракта нет. А на что ты зашел? Что там было такого, что тебе понравилось? Здесь какое-то разбитое состояние. Депрессия. Скорее всего, внутренняя опустошенность какая-то. От чего эта депрессия идет? От этой опустошенности? С чем она связана? Кто-нибудь из присутствующих оказывал? Он показывает, что у него как будущего, что ли, нет. То есть он так проводит перед ним, показывает, что у него ни одной дороги нет. Все закупорено. Он идет как в никуда. Плана нет. Плана нет. Вот. Вот это я хотел услышать. Хорошо. Когда нет планов, соответственно, совсем другая жизнь начинается. Ну что ж, ждем окончания реверса. Потом все планы остаются в голограмме. Они не выходят дальше. Голограммы. Голограмма конкретно тормозила любое воплощение любых планов. Он от этого испытывал дискомфорт. Ну теперь понятно. Просто рептилоиды с Грэмми больше тебя находились. Я думаю, за это время они могли в состоянии были усилить эти все чувства, на которые ты зашел. Ослабив его. Реверс закончился? Да, реверс закончился. Устанавливали фильтры с золотой сеточкой на все каналы в порядке реверса. Геннадий забирает всю чистую, светлую, божественную энергию обратно. Пошла энергия божественная, чистая. Один, два, три. Все, что на частоте Геннадия находится, мощным потоком пошло назад. Кто из вас присутствует в квартире, где живет Геннадий? Драконы из палаты. А демон? Сейчас, подожди. Есть палаты у дракона и есть какой-то прибор у Грэя. Демон тоже пользуется портом. Значит, все присутствуют. Хорошо. Мозглограмма возвращается. Оно биоматериал, наверное, больше можно назвать. Это энергии и биоматериал, которые как в спираль у входят. Почему-то ему позвоночник, костный мозг какой-то, на котором держится все остальное. Откуда они воровали, туда и возвращается. Значит, они воровали биоматериал и его костный мозг. Они как ослабляли его. То есть у него нет центра тяжести. Да. То, от чего все отходит, сила его стержень. Но это не энергия, это больше биоматериал. Внутреннее душевное спокойствие, воля. Это все было украдено. Все возвращаем назад. Нет, они у него как личность забирали в эту голограмму. Но они сказали о своих планах, что они хотели сделать клон. Соответственно, они личности воровали. Реверс закончился. Начинаем с вытаскивания того, что осталось. Рептилоид Греев, что-нибудь осталось на вашей чистоте, что я еще не вытащил. Да, есть какая-то как сеточка на голове и к рукам идет, к ладошкам, к пальцам. Какие-то тактильные импульсы там идут от этой сетки. Хорошо, сканер. Просканируй сейчас Геннадия на чистоте рептилоида и Греев. Найди эту сеточку, отключи ее, выведи из биополя и отправь в клетку тюрьму. Пошел процесс. А да, это руки и язык. То есть то, что он говорил, это все шло импульсы, контролируемые этой сеточкой. Вышло все. Это серьезное вмешательство уже, нарушающее все законы мироздания. Я надеюсь, сегодня они это поймут. Сетка уходит в клетку тюрьму. Еще раз выстраивается прямой канал от Геннадия к этой сеточке. В порядке реверса Геннадия дает все негативное патогено и низкая абрационность, что он получил от этой сеточки. Здесь программы идут. Программы. Хорошо. Команды. Готово. Устанавливается золотая сеточка на все каналы. Забираем все чистые, светлые, божественные энергии, которые были украдены. На счет 3. 1, 2, 3. Сели потоки в 50 раз. Она тоже где-то сеточка соприкасалась. Руки, голова туда возвращается. Энергия биоматериал возвращается, как дополняет тонкое тело. Хорошо. Готово. Итак, реверс закончился. Начинаем с вытаскивания того, что осталось. Демон. Скажем, есть ли арвы биополе Геннадия? Он говорит, а как же есть-есть. А где? Где? А почему-то на плечи показывает. Она как по спине идет и на плечи свисает. Это от конструкции голограммы, которая была, да? Тяжесть забот. То есть это его собственная была? Как мне понять это? Он не знает. Там уже не было собственного или не связанного. Перемешанного. Хорошо. Ты хочешь получить эти лярвы? Хочу. Затемнение есть еще где-то? Как же? На хорке есть. Внизу живота есть. Выходи сначала. Голова есть. Понятно. Выходи. Снимай все, что ты оставил на своей чистоте. Как закончишь, должен на месте, что ты все снял. Я разрешу тебе забрать все лярвы и все затемнения в биополе Геннадия. Приступай. Спаги он снимает тяжелые. Заземлял. Утяжелял. Готов. Разрешаю тебе забрать все лярвы и затемнения в биополе Геннадия. Забирай и возвращайся назад. Приступай. Есть. Красный дракон. Твоя очередь. Выходи. Вытаскивай свои платы. Отключайся полностью. Где стояли платы? Как ты воздействовал? Сердце. Разжигал. Какие-то чувства были? Злость? Ненависть? Эмоциональное реагирование. Эмоциональное реагирование. Хорошо, Геннадий. Обращаем ваше внимание на этот момент. Если вы эмоционально реагируете, вы по-любому доступны, вне зависимости от этой чистки, к любым интерферентам. Вам надо контролировать перед тем, когда вы что-то реагируете или что-то вообще говорите. Если вы этого не делаете, сущности сделают за вас. А он не обязательно выплескивал эмоции. Он, наоборот, иногда все в сердце хранил, не рассказывал. Дарком свирал. То же самое, держать в себе эти эмоции. Абсолютно верно. Он собрал все. Хорошо, идем дальше. Рептилоид Грей, что-нибудь осталось, что я еще не вытащил на вашу счет? Вывели сетку. Больше ничего нет, я спрашиваю? Нет. Хорошо. Даю команду на рассинхронизацию Геннадия с рептилоидом, Греями и их артефактами, красным драконом и демоном. Пошла рассинхронизация, заканчивается автоматически. Готово. Включаем внутренний белый сет Геннадий. Этим сетом выдавливает из себя все негативные патогены, остаточные энергии на частотах интерферентов и их подключек. Свет пошел, энергия выходит, формируется перед ним шар. И шар. Открывая под ним воронку в галактическое ядро, уходит на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Даю команды сканера на контрольную проверку. Пошла проверка. Чисто. Помогаемая энергия отстегнуть все каналы на счет 3. 1, 2, 3, удар. Отлетает канал и отстегивается. Открывая воронку в галактическое ядро, канал выходит на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Проверку прошли. Демон и красный дракон. Я сейчас открою два портала в квартиру, где живет Геннадий. Каждый из вас соберет все, что оставил на своей чистоте. В квартире еще бес находится. Скорее всего, он мне покажет порталы. За это я соберу весь негатив в квартире и поделю между демоном и бесом. Устраивает? Да. Открываются два портала в квартиру Геннадия. В один идет портал красный дракон, во второй идет демон. Закрывая, печатаю, растворяя оба портала. Есть. Я прошу Лива идти со мной на связь. Слушаю. Рептилоид 142, военный лаборант, Грей 2. 7 лет сидели в биополе, установили голограмму. Стояла еще какая-то сеточка на голове и прибор. Посмотри, пожалуйста. Забираем все. Благодарю тебя. Готов. Хорошо. Клетка у нас пустая, Вера. Пустая. Поехали дальше. Синхронизируется энергия вибраций, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Хорошо, Геннадий, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете сейчас? До сих пор еще наполняюсь энергиями. Мне не хватает эмоций. Именно они двигают мои энергии по всем телам. Переключите свой ракурс внимания на позитивные мысли, на веселую информацию. Вы хозяин своей жизни. Вы должны принимать решения. Когда все чисто и я могу запускать свои эмоции. Абсолютно верно. Сейчас вам уже никто не мешает. Это очень интересное чувство. Положительные эмоции двигают мои энергии. И я чувствую, как они перемещаются. Это приятно. Отлично. Итак, сейчас мы возвращаем вас назад в вашу систему биоробот-душа, чтобы все эти энергии перешли на физический план. И сразу переходим к чистке вашей квартиры, машины и кошки. Для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Геннадия в его систему биоробот-душа. Заводим. Подключаем к каждому органу клеточки и звеленьки головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Хорошо. Отключайся от объекта. Квартиру Геннадия ты видела. На счет 3 ты стоишь перед входной дверью его квартиры. 1, 2, 3. Ты перед квартирой. Я здесь. Дай мне команду зайти. Входи в квартиру. Клетка в зале установилась. Хорошо. Кто у нас? Архнает. Красный дракон. Есть. Бес. Есть. Джин. Да. Демон. Хорошо. Неупокойная душа. И неупокойная душа. Хорошо. Давай. Еще кто-то есть? Все. Перед тем, как мы пойдем дальше, давай сначала найдем этот пульт Греев, находящийся в этой квартире. Все их подключки подсвечиваются красным цветом. Это балкон. Балкон. Хорошо. Что там? Это прибор какой-то, он в углу правом. Под этим прибором, подожди. Так. Перед тем, как его уничтожать, я спрошу Ли, может, ей нужен. Ли, прошу тебя выйти со мной на связь. На связь, Ли. Ли, у меня здесь эти Греи, которые ты забрала только что. У нас здесь еще прибор находится на балконе, который они оставили. Он тебе нужен? Нет, можно уничтожать. Благодарю тебя. Под прибором откроется воронка в галактическое ядро, и прибор уходит на переработку. Закрывай, опечатай, растворяй. Давай перейдем сейчас к Джину. Джин, ты все собрал? Собрал, собрал. Что же остается бедным от Джина? Ну, почему же бедным? Ты довольно хорошо вышел из этой ситуации. Никто у тебя ничего не забрал. У тебя есть все шансы. Дальше. Заниматься тем, чем ты занимаешься. Так что у тебя все хорошо. Итак, ты все забрал. Джин понял, что Джин больше никогда не войдет ни в это биополе, ни в эту квартиру. Джину понятно? Понятно. Джин готов уходить? Да. Открывая под ним портал на его частоте 1, 2, 3. И Джин уходит на свою частоту, забирает все, что принес. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Красный дракон, ты все снял? Палаты, да, снял. Я хочу получить слово красного дракона, что ты больше никогда не войдешь ни в это биополе, ни в эту квартиру. Даю слово. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте красного дракона. Забирайте, что принес, уходят на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готов. Арахноид, выходи. Собирай всю свою паутину и все свое потомство в этой квартире. Ничего не забывая, возвращайся назад. Углы у него. Ну а как же? Готов. Арахноид больше никогда не придет в эту квартиру. Ему понятно? Ему понятно. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте арахноида. Забирайте, что принес, уходят на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Есть. Обращаемся к неупокойной душе. Неупокойная душа, представься, как к тебе обращаться? Лена. Лена, как давно ты находишься в этой квартире? Я сюда три месяца попала назад. А что с тобой случилось, когда ты закончила свое земное воплощение? В каком возрасте? Ей 52 года, она не закончила свое воплощение, она лежит где-то. Понятно. Значит, Лена, ты находишься еще в матрице Земли, и твой биоробот жив. Она показывает, как ее выбросило через воротку в одну из комнат, которые находятся в эту квартиру. И здесь она и находится с тех пор. То есть она из больницы перенеслась в эту квартиру? Она в коме. Как долго ты находишься уже в коме? Она не знает. Здесь она около трех месяцев. Хорошо. Пошла информация, сколько она находится в коме. Ставлю монитор, посмотри, где она лежит, и сколько она находится в этом состоянии. Столько и находится. Три месяца. Она попала в кому, и ее выбило из тела. То есть это видно на мониторе. Она вылетела и не знала, то есть не то, что не знала, а ее болтало энергиями. И потом она подстроилась на какой-то поток, который принес ее к определенному порталу. Этот портал находится в этой квартире, в комнате, под кроватью. И она как воронка ее выкинула там. В каком государстве, в какой стране ты жила до того, как ты сюда попала? Юрмала. Юрмала. Понятно. Хорошо. Лена, на самом деле ты не можешь находиться ни в этой квартире, ты должна вернуться назад и выйти из комы. Ты хочешь выйти из комы? Мы можем тебе помочь. Она говорит, что я даже не знаю, где я нахожусь, и вокруг меня одна пустота была, когда я летела. Это темно. Это был портал, в котором ты находилась, и он тебя принес сюда. И пусто. Ты не можешь никуда уходить, мы не можем тебе открыть портал в другой мир. Ты можешь только сейчас вернуться назад в свое тело. Так как ты его не можешь сама найти, я могу его найти и помочь тебе войти. И помочь тебе проснуться, выйти из этого состояния. Ты этого желаешь? Она желает. Ей 52 года. Она хочет жить дальше. Она попала в аварию. Значит, тогда мы делаем сейчас следующее. Энергии у нее достаточно, Вера? У нее достаточно энергии. Все, что она делала, только и питалась энергиями. Понятно. Она подпитывалась энергией, потому что иначе ей никак нельзя подпитываться. Выстраивается прямой канал от Лены к ее биороботу. 1, 2, 3. Сейчас, подожди. Здесь выстраивается только канал. Он как руба. В то же время он гибкий и как спиральный такой. Эластичный, да. Здесь врачи, не знаю, белую халатку. Их двое. Они говорят на своем языке. Ты понимаешь этот язык. Сколько она будет здесь лежать. В общем, они решают, что ее отключать нужно. Не нужно никого отключать. Муж ее ждет. Ее муж очень любит. Вот. Это уже есть сила, которая ее притянет. Итак, канал выстроился, Вера. Она вошла? Нет, подожди. Канал выстроился, но она никуда не вошла. Хорошо. Лена, мы выстроили канал. Сейчас ваш биоробот. Сейчас я дам команду. Вы войдете в свой биоробот. Я вас заправлю энергиями. И после этого вы выйдете из комы. Вас ждет ваш супруг, ваша семья. Она говорит, мой Генрих. Он ждет меня. Отправь меня туда. Отлично. И на счет три Лена возвращается назад в свой биоробот. Один, два, три. Ходит свой биоробот, синхронизируется, гармонизируется на всех уровнях со своим биороботом и тонкими телами. Сколько энергии биороботу нужно? Посмотри. Триста. И сколько герц частота? Двадцать четыре. На четыре макушку головы биоробота Елена начинает поступать семь высокоаббрационных потоков по триста процентов каждый один. Два, три потоки пошли. Наполняет, усиливает все необходимые цвета. Начинает поступать, мощность потока усиливается. Частота вибрации поднимается до двадцати четырех герц. Пошел подъем. Здесь куратор рядом. Здесь как открылось такое пространство. Я вижу энергии, которая в нее поступает. Куратор ее благодарит. Телепатически как поклонился в знак благодарности. Во благо. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. Один, два, три. Готово. И Елена начинает. Она дышит, кашляет. Выходите. Выходи, Елена. Выходи из этого состояния. Просыпайся. Мне ей трудно дышать. Она хочет махать руками, встать, видимо, хочет. Глаза открыты? Она может руками шевелить? Да, она открыла глаза. Отлично. Хорошо. Руками шевелите. Сейчас вас заметят. У нее мало силы, потому что она долго лежала. Лекарства. Атрофировалась, конечно. Поддерживалась. И лекарства поддерживалась. Эти силы восстанавливаются. Это не страшно. Это биоробот. Мы закончили здесь? Она шепчет, где я. Она не будет помнить о нас. Закончили. Мы свою работу сделали. Отключаемся от объекта. Возвращаемся в квартиру. Да, я здесь. Хорошо. Идем дальше. Убери этот канал. Остался. И сжигай этот канал. Значит, три. Один, два, три. Сжигай его. Открываю воронку. Галактическая ядра уходит на переработку. Закрываю печать и растворяю. Есть. Демон, ты все собрал? Свою? На своей чистоте? Собрал, да. Бес все собрал? Тоже все собрал. Хорошо. Пошли Бес. По квартире показывай мне портал. Я их закрываю. После этого собираю вам негатив. Пошли. Ну, она идет в эту спальню. Да. Здесь стоит кровать. Право стоит шкаф. И здесь огромная воронка под этой кроватью. И есть еще что-то. Это такое... Подожди. Это та кровать, на которой человек долго болел, да? Да. А, понятно. Хорошо. Воронка есть, да? Воронка – это портал под кроватью огромный. И есть что-то над дверью там. Что-то, что собирает эти энергии. Часы. Что-то круглое. Давай начнем с кровати. Открываю под кроватью воронку в галактическое ядро. Портал. Фантомы частицы портала уходят на переработку в чистую первичную энергию. Закрываю печать и растворяю. Вообще не знаю, как там люди могли спать с такими энергиями в портале. Может, они и открыли этот портал своими энергиями. Никто не знает. Переходим к этой двери. Что там за прибор стоит? Чей это прибор? Похоже на часы, что-то круглое. Но собирает эти энергии. Часы похожи. Понятно. Это артефакт нормальный на физическом плане. Хорошо. Под этими часами открою воронку в галактическое ядро. Портал уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрываю, печатаю, растворяю. И мы очень рекомендуем эти часы убрать из этой комнаты. Вообще от них избавиться. Дарить их не надо. Лучше от них и вообще избавиться. Потому что эти часы не в ту сторону тикают. Пошли дальше. Арка какая-то. Арка. Это что, на кухне, что ли? Куда-то арка ведется. Это портал полностью. Арка. Хорошо. Под аркой открываю воронку в галактическое ядро. Портал фантом и частицы портал уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Дальше. Дальше зеркало в коридоре. Но очень низко. Здесь вообще идет информация, что это две бесполезные вещи в доме. Это вот это зеркало, которое внизу показывает. Без, как он спокойно туда заходит, выходит. Даже подпрыгивать не надо. Просто входит туда. И вот эти часы. Хорошо, мы рекомендуем по-любому избавиться от этих часов и от этого зеркала, которое находится у вас. Как я уже сказал, передаривать не надо. Такие вещи, потому что это открытые порталы. Сейчас мы уберем это. Но рекомендую вам все равно избавиться. В доме оно не должно находиться, если оно уже негативно проявило себя. Под этим зеркалом открываю воронку в галактическое ядро. Портал фантом и частицы портал уходит на переработку. В чистую первичную энергию закрываю, печатаю, растворяю. Пошли дальше. Здесь нет больше порталов. Есть еще негативная энергия. Ну, как мы сейчас соберем. От шкуры. От шкуры. На стене порталов нет. Хорошо, обращаю внимание еще на эту шкуру. Это мертвое животное. Ему никак не место среди живых. Немного пыли даже. И пыль она собирает. Соответственно, не только и пыль. Это мертвая энергия. Она не должна там находиться. Пыль энергетическая. Энергетическая пыль, понятно. От этого здоровее точно не становится. Поэтому эту шкуру, это зеркало, эти часы вам нужно избавиться из этой квартиры. Если вы хотите, чтобы она была чистая и не контактировала с вами. Эти энергии постоянно будут поступать негативно. Если вы не избавитесь от этих вещей, то будет вам не совсем хорошо. Итак, под этой шкурой, открывая воронку в галактическое ядро, портал фантома частицы портала уходит на переработку в чистую первичную энергию, закрывая, печатаю и растворяю. У нас здесь пыль энергетическая ушла. Готово. Хорошо. Больше нет порталов? Нет. Возвращаемся к клетке. Даю команду на счет риска. Анациональная энергия, эмоции, мысли и чувств. Два больших шара. Под космическим открываю воронку в галактическое ядро. Он уходит на переработку. Закрываю, печатаю и растворяю. Второй шар делю на две равные части. Демон, бес, забираете? Да, забирает. И отправляю каждому по его половине. Готово. Найдите себе новое место обитания. В эту квартиру больше приходить нельзя. К этим людям тоже. Все понятно? Да. Открывается внизу два портала. Один на чистоте демона, один на чистоте беса. Демон забирает, что принес, уходит на свою чистоту. Бес забирает, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая и растворяя оба портала. Ставлю две огненные пентаграммы. Готово. Хорошо. Поехали дальше. Под клеткой тюрьмой открывается воронка в галактическое ядро. Клетка уходит на переработку в чистую перечную энергию. Закрывая, печатая и растворяя. Готово. В автоматическом режиме. Готово. Квартиру мы защитили. На счет три появляется перед тобой тонкая копия кошки Лиза. Лиза стоит перед нами. Есть Лиза. Привет, Лиза. Мы пришли тебе помочь. Тебя тут сущности обижают. Порталы тебе мешают. Включая внутренний белый свет Лизы. Этим светом она выдавливает из себя все негативное патогенное низкоаберационное чужеродное, находящееся в ее биополе. Свет пошел. Энергия выходит. Этим свет формируется перед кошкой в шар. Да, есть шар. Открывая под ним воронку в галактическое ядро, шар уходит на переработку, закрывая, печатая, растворяя. В макушку головы Лизы начинает поступать необходимое количество ей кошачьей энергии. Один, два, три. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые ей цвета начинает поступать. Мощность потока усиливается. Чистота вибрации поднимается до комфортного уровня кошечки. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. Один, два, три. Лиза, как ты себя чувствуешь сейчас? Лучше. Энергичнее. Энергичнее. Поставите защиту кошачью. Можно. И устанавливаю в биополе Лизы Меркабу для структуризации энергии Земли и космоса и воссоздания защитного каркаса в ее биополе. Устанавливаю кошачью Меркабу. Активирую ее. Активирована. Готово. Хорошо, так лучше? Наверное, лучше. Она говорит мяк. Хорошо. У тебя есть какие-то желания? Ты хочешь что-то хозяйке передать или хозяину? Может, тебе что-то не нравится? Я бы передал. Если у тебя есть желание, начинай говорить. Нет, ей все нравится. Она чувствует себя членом семьи. Она понимает, что у нее уже не те силы. И она видит, что о ней заботятся. Отлично. Хорошо. Значит, у тебя все хорошо. Ее любят, она знает это. Вот, это самое главное. Хорошо. Лиза, возвращаем тебя назад. Возвращаем тонкую копию Лизы в ее систему Биоробот Душа. Она входит, синхронизируется, гармонизируется на всех уровнях. Готово. И у нас осталась машина. Отключаемся от квартиры и переносимся к автомобилю. Геннадия, один, два, три. Ты перед автомобилем. Я здесь. Устанавливаем рядом с автомобилем. А здесь черт. Здесь энергии красного дракона. И здесь какие-то такие темные переплетения энергии. А что это? Между собой. Не знаю. Кружатся между собой. Одна в другую заходит. Так. А показывает, что это чужие энергии с дорог и других машин. Черт, это на твоей чистоте? Нет, он не хочет эти энергии. А откуда они? Ты можешь объяснить? Дороги, пространство, слова, интерференты. Как подарят. Там и космические энергии тоже есть, да? Хорошо. Да, есть. Хорошо. Давай сделаем так тогда. Выходи сейчас, собирай все, что ты оставил в этой машине, на своей чистоте. У нас один черт в машине. Черта был красный дракон, видимо, которого мы отпустили, потому что энергии. Да, он тоже там ездил в машине. Хорошо. Хорошо. Выходи, собирай все на своей чистоте, возвращайся назад. Забрыл все. Хорошо. Черт, в эту машину больше заходить нельзя, тебе это понятно, да? Понятно. Готовы уходить? Да, готовы. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте черта. Он забирает, что находится на его чистоте и уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатай, растворяй. Готово. Келетка у нас стоит, там находится энергия. Сейчас я даю команду келетку-тюрьму. Здесь информация есть в этом потоке. Да. Вот этот черт, который сидел, он постоянно что-то прятал в этой машине. А, люди не могли найти, да? Да. В одно место складывали, находили в другом или в том же, но позже. Ну, это и шалости такие. Шар есть. Он в клетке? Да. Открываю воронку в галактическое дроп от этой клетки и клетка вместе со всеми этими энергиями уходит на переработку. Закрываю, опечатаю, растворяю. Даю команду. На счет три. Это в автоматическом режиме. Готово. Хорошо, мы здесь закончили. Отключайся от машины. Поднимайся в комнату диагностики. Пошел, пойдем.